всем привет вы находитесь на канале old dutchman с вами я владимир козырчук автор этого канала и сегодня мы с вами продолжаем видео выпуск из нашего проекта комментарии неадекватных пользователей под моими видео итак первый комментарий который имел под собой цель привлечь к себе внимание может быть вызвать какую-то идиотскую дискуссию с моей стороны канул в лету почему вот смотрите сами никто под ником крутой каменщик написал вот такое вот простое слово во первых с ошибкой к чему бы это я не знаю но он пытался наверное все таки привлечь к себе внимание но хорошо привлёк что дальше пропал пропал фиг с тобой ладно идем дальше никто nice one написал следующее йопта клоуны в кадре это скорее всего относится к моему предыдущему видео таких вот неадекватных комментариях где в одном участке этого видео я разместил морду клоуна и сказал что сегодняшним призером нашего видео становится автор такого-то комментария и зарабатывает вот этот вот приз на естественно морда клоуна дружище надо же было написать этот комментарий под тем видео они под другим совершенно которое не имеет никого в отношении ник клоуна деника деквы неадекватным комментариям у меня на канале ну да бог с ним хотел обратить на себя внимание обратил идемте теперь дальше никто какой-то там чебурек шаурма беляши кстати чебуреки и беляши классная штука особенно когда не свежие обожаю так вот человек посмотрите во первых как он написал этот комментарий или он задал вопрос или он хотел высказать что-то свое личное по этому поводу но получилось так что как будто как будто бы он задает вопрос чтобы правильно научиться нарываться на вареники скажем так как получить сделать вид что ты что-то можешь получить начинающего боксера ну что я тебе могу сказать друг почти брат чебурек ты наш сладенький вкусненький как получить сделать вид что ты что-то можешь и получить от начинающего боксера да не надо делать никакого вида просто пододи плюнь начинающему боксеру в лицо этого будет достаточно тебе гарантирую он тебе тут же ответит и причем по полной программе не благодари чувак можешь поделиться моим советом со своими такими же неадекватными экспертами диванного спецназа чтобы они набирались опыта в уличных драках с начинающими боксерами кстати начинающий боксер чем отличается от профессионального боксера профессиональный боксер умеет контролировать себя и умеет контролировать свою силу чего не скажешь о начинающем боксере этот начинающий боксер про занимавшись буквально там несколько месяцев полгода максимум год он еще не научился контролировать свой удар если он всадит то всадит хорошенечко так что можешь даже и кончится так что чебурек имею ввиду ладно идем дальше никто f мингалеев f почему-то он написал на латинице но наверное он хотел сказать что он не просто f а еще три буквы английского языка дополняющие его фамилию так вот написал следующее как дятел бейся головой артист низ не запятых не точек и вообще знаков пепинания этот наверное жертва егэ так же как его тот чебурек наверное жертва егэ зашел к на канал и попытался вот изъявить выразить себя ну хорошо я заглянул на твой канал мингалеев мингалеев я глянул на твоем канале твою бедную коротышку и знаешь что молодой человек я скажу тебе следующее так немножко отступление от темы когда я работал в молдавии многие люди знающие и знавшие тех против кого они пытались рыпаться они никогда не гавкали открыто тебе в лицо потому что прекрасно знали что они могут за это получить ответ сразу ответка прилетала очень быстро тем более когда ты работаешь в службе безопасности или ты сотрудник мвд или сотрудник госбезопасности просто мент как некоторые любят выражаться все вот эти фулюганы наподобие таких как ты старались держать ротик на замке зная что они могут получить со свое любое высказывание но с приходом интернета к сожалению вы все набрались смелости вы крутые волки вы крутые тигры поэтому пользуясь географической отдаленностью вы можете тявкать на людей высказывая свое гадское мнение ну да ради бога высказывайте главное что это мнение меня не касается она касается только вас мое право принимать это ваше мнение на себя или нет если я его не принимаю значит увы ребятки вы остаетесь со своими репликами сами у себя ну и вот теперь конечно сегодняшним героем нашего видео сегодняшним королем идиотов сразу вот я показывал вам его комментарий и тут же показываю приз который этот человек заработал значит никнейм этого человека я вам называть не буду потому что во первых он не достоин чтобы его называли у меня на канале он не достоин того чтобы вообще о нем упоминалось но почему я показываю вам его комментарий после того когда я в начале этого проекта объявил о том что всех неадекватов я выпустил из бана теперь они могут рыпаться кавкаться гавкаться дальше он не замедлил себя ждать то есть по факту цель которая ставилась перед этим проектом у меня на канале можно сказать достигнуто и проект можно закрывать тот кто должен был попасться в эту крысоловку он пришел ко мне на канал и начал нести всякую галиматью чем отличается психопат от нормального адекватного человека психопат любит писать вот такие вот сумасшедшие тексты в тысячу а то и 1500 знаков сразу с ходу начинает тебя обзывать унижать пытаясь как-то как-то оскорбить задеть вызвать тебя на ответную реакцию и когда у этого человека у этого психопата не получается вызвать тебя на ответку он начинает злиться он начинает сильнее выходить из себя и иногда срывается открывая свою сущность что было в случае с вот этим вот автором вот этих вот комментариев первый комментарий там был ужасно длинный он даже здесь на экране не поместится 2 3 4 помпятый там просто ужас что творится там человек который любит этот даже не человек понимаете когда вот сэр чарльз дарвин писал свою теорию вознепроисхождение видов он выдал такую маленькую идею именно идею в теории что люди произошли от приматов то есть это каких-то там человекообразных обезьян нос в процессе эволюции эти приматы как-то сошли на нет и от них не осталось следа это вызывает спорные вопросы до сих пор среди антропологов и в этой теории происхождение видов очень много различных пробелов так вот такие вот людишки как вот этот вот автор канала автор канала автор вот этого комментария скорее всего будем пользоваться пробелами вот этой теории возникновения видов скорее всего эти людишки произошли не от приматов не от обезьян а кишечных червей аскориды там там бычьей цепени ли еще какая-то глистоподобная дрянь потому что эти людишки любят рыться в чужом грязном белье они любят рыться в человеческих экскрементах пачкая свои ручки вы выгрызывая из-под ногтей то что они выкопали из этой кучи представьте сюда и хвастая с тем что вот я вывел этого гада на чистую воду в общем смотрите сами он меня тут обзывает в этом комментарии комментарии оставил вот этот потому что он меньше меньше по объему остальные его комментарии были ну просто ну хоть повесть бери и пиши сразу обманщик алкоголик и я нахожусь него под плотным наблюдением да я очень хорошо известен в узких кругах по поводу узких кругов я хотел бы сказать что такое узкие круги у этого человека есть вот этот вот свой никнейм потом есть еще на ютубе несколько каналов плюс еще у него есть несколько никнеймов только на ютубе в общей сложностью около 10 разных ников у него только на одном ютубе у него около 10 и вот он для чего это ему нужно выкладывает какое-то видео допустим у меня вот много различных коротышек или еще чего-то он берет просто эти коротышки ворует у меня на канале скатывает себе в компьютер переделывает как переделает вставляет там какие-то нечленораздельные звуки какие-то надписи и размещает у себя но не на канале на ютубе потому что за это youtube может закрыть его основной канал и он этого боится как последняя блошивая шавка он размещает это блин где-то на одноклассниках на контактах там на фейсбуке в разных группах на различных нам платформах или еще где-то ну просто человек одержим тем что на него никто не обращает внимание и вот он хоть как-то пытается привлечь к себе внимание со стороны у него когда-то на этом канале с которого то сейчас основного написал вот эти идиотские комментарии было видео где он пытаясь боковым ударом ноги ломает трухлявый пень и я там еще несколько человек написали ему тогда ради шутки ну и седалище у тебя это его так сильно задело что с тех пор он начал обзывать всех вокруг гомосеками педофилами жир на жопу и так далее но что я могу сказать человек не умеет правильно реагировать на шутки на юмор к сожалению есть такое хорошее выражение если люди не умеют посмеяться над собой они уже потеряны для общества но судя по всему этот человек не считает себя потерянным для общества потому что хоть кому-то он нужен а кому этому нужен своему психиатру который постоянно его наблюдает лечит иногда даже в стационаре потому что вот это вот высказание плотное наблюдение взято действительно из психиатрии судите сами судите сами я не хочу еще раз повторяюсь я не хочу называть здесь его имя потому что он взлетит до небес от гордости вот вот этот вот как алкоголик обманщик шарлатан там тунеядец который ни херта не умеет назвал мое имя и я теперь купаясь в лучах славы нет ты купаешься в луже гуану оставленного альпаками и купайся дальше почему я сказал в начале проекта вернее в начале видео что проект достиг своей цели цель-то была как раз вывести именно вот этого вот идиота из бана и косвенным путем заставить его написать хотя бы один-два комментария посмеяться над ним и отправить его в бан но теперь уже в вечный бан на момент выхода этого видео он снова у нас отправлен в бан и больше он у нас на канале появляться не будет потому что ну сами посудите у меня канал имеет под собой цель познавательно-развлекательно я не в человек который привык с кем-то сраться с кем-то ругаться кого-то унижать обзывать если меня зацепили вот только тогда может быть я могу ответить этому человеку но и то смотря что это за человек если он действительно такой психопат как вот этот вот никакой реакции абсолютно с моей стороны в его сторону не будет есть несколько человек на ю тубе в российском сегменте ю туба жаждущие того чтобы я обратил на них внимание они делают все что угодно как и уже вам говорил они воруют у меня на канале видео они вырезают куски из этих видео они вставляют эти видео в свои какие-то идиотские выпуски они пытаются привлечь таким образом внимание других пользователей к себе и к моей персоне но они не учитывают следующего допустим вот этот вот дурилка который сегодня стану стал у нас призером комментариев для неадекватных идиотов этот дурилка в прошлом году разместить пол украл а у меня одно видео с канала где я на боксерской груши отрабатывал на макеваре на большой отрабатывал удары и разместил это где-то там у себя в каких-то группах на контактах благодаря этому дурилки в течение недели после размещения вот этого видео там на мой канал подписалось что-то около 200 человек появилась там одна дама которая сказала да ё-моё да я блин одним ударом там что-то там эту грушу так тресну что она улетит ну я и на ответил в ее же манере так вот какая ты русская баба наконец-то я тебя увидел наконец-то я тебя встретил теперь я знаю кто и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет она ретировалась с моего канала потому что она не ожидала ответной реакции с моей стороны в той же манере в том же тоне в каком она со мной пришла разговаривать я действительно вот до сих пор не понимаю этих людей которые пытаются вас унизить почему я так несколько негативно отношусь к вот этому вот остолопу этому негативному этому элементу общества которого я назвал аскариды глистом бычим цепнем потому что это вот с позволения сказать чмо несколько лет назад обвинил меня в педофилии он или его подельники я уж точно не знаю прислали электронное письмо в управление спортивного клуба в котором я работаю тренером по рукопашному бою и по карате мы завели уголовное дело но с началом вот этих локдаунов двадцатом году следователи закрыли это дело потому что они сказали во первых мы не можем никак выйти на эту россию у нас с ними нет ни нормальных рабочих отношений не тем более нафиг оно тебе нужно следователь мне сказал то что он живет в россии это уже для него наказание поэтому он на тебя гавкает озлобляясь от черной зависти вот такие вот бывают у нас дела да поэтому ну то я тогда в порыве в порыве гнева уничтожил свой канал на котором у меня было почти 6000 подписчиков ну бог с ним сейчас меня другой канал более лучший более скажем так современный и на этом канале нет тех идиотов неадекватов которые были тогда там они просто кишели как мухи на кучу прилетали и жужжали над каждым моим видео хоть я и пытался им доказать обратное что допустим это делается так это делается так но они видели это несколько в ином свете так же как вот этот вот аскарида мужского пола квакает мне что мол типа там где нужно стоять ровно я нагибаюсь там где нужно нагибаться я стою ровно там где нужно делать замах ногой вот так я делаю по-другому у меня просто один маленький вопрос к тебе придурок ты сколько лет сидишь на ю тубе сколько лет ты ведешь свои каналы и ты ни разу ни на одном из этих каналов не показал свою физиономию может быть ты скажешь нам почему ты этого не делаешь я то знаю потому что ты боишься что тебе твои соседи настучат по роже за то что ты трепло сцикло и подлый конченый алкоголик не знаю может быть и даже и наркоман и тебя знает потому что то как ты кафкаешь везде в теории о восточных именоборствах может любой человек говорит достаточно открыть книгу прочитать и сказать это своими словами или сделать выписать какую-то цитату из того же интернета но ты никогда еще ни разу нигде не показал никакого-либо блока никакого либо удара ничего ты боишься даже лицо свое показать интернете трусливый ты кто там глист бычьей цепеньки ладно друзья не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой комментарий не переживайте идиотов много но нас с вами нормальных здравомыслящих людей намного больше и мы этих идиотов просто-напросто не замечаем а когда идиоты видят что их не замечают что их игнорируют их это очень сильно бесит их это очень сильно выводит из себя всем удачи пока а но и и и и и